если у тебя не определяется мобильный жесткий диск то первое что следует сделать это попытаться послушать какие звуки издает он прикладываем пуху и это звук залившие так называемой головки пробуем еще раз далее просто тупо или тупо разбираем коробочку аккуратненько не отрубаю пальцы тупым скальпелем замечу тупым скальпелем отщелкиваем стараясь не повредить края коробочек и защелки вот таким образом раскрыли скальпелем тупой это специально для пользователя тойота далее извлекаем конструкцию аккуратненько нежно кладем на стол осматриваем снимаем демпферные резинки по всему периметру главное все делать медленно и спокойно тогда у вас все получится отворачиваем крепежные винты жесткого диска далее аккуратно сдвигаем жесткий диск из его корзины берем в руки скальпель и делаем надрез в районе крепления блока головок там скрыт винт аккуратненько далее берем битку и аккуратненько выкручиваем по всему периметру оставшиеся винтики нежно тупым скальпелем каждый уголочек проходимся и отщелкиваем верхнюю крышку гермоблока замечу скальпель у меня тупой и аккуратненько нежненько медленно снимаем крышку гермоблока чтобы не пылинка не соринка по возможности не попало берем витку и аккуратненько ставим ее в центр синхронно проворачивая в данном случае против часовой стрелке блин а блокголовок справа одновременно отводим вращая блины кавычка конечно блины и все было головок вышел далее берем крышечку аккуратненько нежненько ставим по возможности очень ровненько и закручиваем винтики подключаем оу завелся ваш диск получилось значит результат будет и я например это делаю при помощи linux потому что linux до лампочки файловой системы и смотрим открываем опаньки диск открылся все победа собственно какие тут комментарии еще нужны многих волнует вопрос пыли и грязи в гермоблоке главный результат а результат есть что тут еще можно комментировать какие критики могут быть а если ты профессионал и критик тебе показал здесь что-то в моих действиях неверно так не вопрос возьми и сходи в сервисный центр на восстановление данных заплати от 10 до 30 тысяч и будь счастлив а мое видео для простых людей для тех людей у которых нету этих 30 10 тысяч по крайней мере на эту операцию и люди жертвуют своими фотографиями потому что они не готовы заплатить тех денег если честно тех денег которые просят за подобные вещи больших городах я считаю это неразумно ибо в данном случае это просто спекуляции наживы я не рассматриваю те сложные ситуации когда реально невозможно достать информацию по каким-либо причинам там полетел блок головок да тогда ты идешь и платишь деньги но если какая-то ситуация который позволяет тебе это сделать в так называемых домашних условиях почему бы не рискнуть у меня это получается а если получается у меня значит получится и у вас